Всем привет! В этом видео поговорим о том, что западные спецслужбы обвинили Россию в желании ликвидировать глав оружейных концернов ЕС. Американский телеканал CNN сообщил о том, что американские и немецкие спецслужбы предотвратили секретную операцию российских агентов по ликвидации руководителя крупнейшего немецкого оружейного концерна Ryan Metal Армина Папергера. По данным CNN, американским спецслужбам удалось выйти на след злоумышленников и выяснить у них, что Кремль разрабатывает целую серию покушений на руководителя европейского военно-промышленного комплекса. Конечной целью российского руководства является парализация деятельности оружейных концернов, расположенных в Европе. За последние полгода российским спецслужбам с помощью вербовки криминальных элементов удалось вывести из строя несколько крупных предприятий, выполнявших заказы по производству оружия для ВСУ. Указанные предприятия были уничтожены посредством организации поджогов и взрывов на них. Соответствующие инциденты были зафиксированы в этом году на территории Германии, Великобритании, Польше, Латвии. Теперь же русские захотели нейтрализовать высший менеджмент европейских оборонных концернов для того, чтобы сорвать планы НАТО по ускоренной модернизации вооруженных сил стран НАТО. Интерес к нейтрализации Папергера мог возникнуть у русских ввиду того, что он обещал начать строительство в следующем году на украинской территории четырех военных заводов Райнметал. В перспективе это могло бы существенно увеличить украинский оборонный потенциал. На Папергера недавно уже совершалось покушение. Немецкие экстремисты 30 апреля этого года подожгли его летний дом в Нижней Саксонии. Сам Папергер, правда, при этом не пострадал. По данным CNN, руководство ЦРУ предупредило лидеров европейских стран о серьезности намерений русских, о наличии у них желаний подорвать военно-промышленный комплекс НАТО и заодно дестабилизировать ситуацию в Европе ради смены в этих странах руководства на более правое и лояльное Кремлю.